Вот даже куры, садыки! Нечто подобное в жизни Тони уже было. Полгода назад медведицу в бессознательном состоянии выносили из клетки, где 8 лет она провела на цепи. Но тогда она весила 60 килограммов, а теперь в два раза больше. В прошлый раз сама её жизнь была на волоске, а сейчас речь идёт о улучшении качества жизни. Сегодня, если получится, врачи извлекут оставшиеся под кожей звенья цепи. Данное время года было выбрано не случайно. Сейчас температура воздуха на улице такова, что процессы регенерации будут идти значительно лучше и правильнее, и не будут осложнены, простите, мухами. Операция плановая, но в центре заметно нервничают. Несколькими днями ранее обратились за помощью к ведущим городским специалистам. Все как один отказали. Никто не хочет иметь дело с проблемным медведем. Похоже, оперировать животное снова придётся самим. В прошлый раз удалось извлечь те звенья, что были неглубоко, но эти на глубине примерно 10 сантиметров. Без рентгена не обойтись. И ждут специалиста из ветеринарной академии. Кажется, у медведей есть ангелы. Ничем иным феноменальную везучесть Тони не объяснить. В качестве рентгенолога выступает Марина Нарузбаева, как принято говорить в таких случаях, сама. Известнейший ветеринарный хирург, один из лучших в городе специалист по лошадям, соглашается помочь и возглавляет операцию. Сосед по вольеру, медведь Потапыч, впечатлительный, как все мужчины, не выносит вида крови и отворачивается. У меня однажды был случай, штифт не доставался у собаки. Док здоровенный, как лось. Мужики, два хозяина, сломали двое каких-то вот таких здоровенных кусачек. Работа оказывается сложнее, чем ожидалось. Иглы о медведя гнутся, а цепь не просто вросла в мышцы. Она запуталась в отростках шейных позвонков. Хирургу недостаточно скальпеля. На Рузбаева просит принести долото и молоток. При помощи обычного столярного инструмента металл удается отделить от кости. С этого момента Тоня по-настоящему свободна. Должно все быть хорошо. В этом месте каких-то таких структур жизненно важных нет. Холка, шея, верхняя часть, боковые части, да и нижняя часть шеи очень защищены у диких животных, потому что это то место, за которое их обычно в природе хватает, если что. Она справится, как это было уже не раз. И, может быть, уже в этом году впервые в своей жизни уйдет в спячку. У прежнего хозяина медведицы даже просто лечь не могла. Цепь была натянута так высоко, что ей приходилось дремать, сидя, прислонившись к решетке. Юлия Васильева, Михаил Марков и Сергей Ларичев, Вести, Петербург, из Ленинградской области.